Stone Door спрашивает, остается ли распространенная истина в силе, доллароусреднение DC и неиспользование адреса повторно? Ведь с ростом комиссии и количества UTXO людям, похоже, наступает абзац. В общем, я очень рад этому вопросу. Ведь данная тема является очень серьезной проблемой, которая, похоже, многими не замечается, а также не обсуждается. И, как ты и заметил, устаившийся подход многих людей заводит в тупик, вынуждая делать ошибку. Итак, долларовоусреднение, или DCA, означает, что лучше покупать ваш биткоин в течение постоянных временных интервалов, не обращая внимания на цену. То есть, вместо того, чтобы вложить всю имеющуюся сумму, лучше покупать в определенное время, например, каждый понедельник после обеда, несмотря на цену, что позволит вам получить лучшую среднюю цену. То есть, долларовая средняя себестоимость означает вашу себестоимостьную базу в долларах, за которую вы заполучили актив. И данная техника используется трейдерами в разных-разных активах. Неиспользование адресов повторно в большей степени связано с конфиденциальностью и безопасностью, нежели с чем-либо еще. Но часто люди объединяют сразу обе эти вещи. Проблемы начинаются в том, что люди до конца не понимают следующий важный шаг, заключающийся в том, что если ты покупаешь каждый понедельник биткоин, это не значит, что его нужно немедленно выводить. То есть, проблема не в том, что вы используете DCA и не используете адреса повторно, а в объединении маленьких количеств DCA и совета по неиспользованию адреса повторно, вместе с моим советом того, что не твои ключи, не твои монеты, то есть не храни деньги на бирже. И вместо этого ты покупаешь каждый понедельник, и каждый понедельник выводишь. И на самом деле, неважно, выводите ли на один и тот же адрес или нет, потому что проблема UTXO остается независимо от того, используете ли вы один адрес или нет. На самом деле, это вообще неважно. Каждый вывод будет инициировать, по крайней мере, одно, может больше, но, надеюсь, по крайней мере, одно UTXO. И если вы выводите средства каждый понедельник, маленькое количество, по которому только что сделали DCA, вы будете платить комиссии за это снятие. А еще в вашем адресе останется довольно маленькое UTXO. Один ли это адрес или разный, неважно. У вас все равно останется маленькое UTXO. И таким образом, это все приведет вас к фрагментации. Это все приведет к накоплению мусора. И когда вы решите потратить ваши средства, сказав, о, здорово, у меня накопилось тысяча долларов. Да, но то, что вы не учитываете, это у вас нет тысячи долларов. У вас есть десять тысяч десятицентовых UTXO. И чтобы вам потратить десять тысяч десятицентовых UTXO, вам нужно будет осуществить транзакцию с десятью тысячами входами. И это будет крупная или даже колоссальная транзакция, комиссии по которой будут гигантскими. И все кончится тем, что вы потратите огромный процент ваших инвестиций, оплачивая эту комиссию. Так как мы можем подкрутить этот совет? И с практической точки зрения, это не значит, что прекратить усредняться в долларах, и не значит, что хранить все ваши деньги на бирже, а понимая технические нюансы и применяя их правильно. И то, как бы я это сделал, и на самом деле то, как я это и сделал, выглядит так. Если я делаю DCI в маленьком количестве, не на сотни и тысячи долларов, и я не хочу, чтобы у меня оставались маленькие UTXO, которые меньше... Я бы сказал, что все, что меньше, чем 500 долларов в текущей окружающей среде имеющихся цен по биткоину, является маленьким UTXO. Так что, если я не хочу иметь такие маленькие UTXO, то что мне делать? Что ж, я могу делать DCI каждый понедельник, но снимать только тогда, когда количество денег, которое у меня есть на бирже, то есть мой баланс, приближается к уровню достаточно большому. Тогда, если я их выведу, это образует единственное UTXO с общим количеством, по которому я сделал DCI. Это будет все то же DCI со средней ценой, включающей цены каждого понедельника, среднего значения того количества понедельников, в течение которых я покупал. Так что моя цель DCI будет достигнута, которая сводится к сглаживанию резкого колебания цены и волатильности, чтобы получить хорошую среднюю цену в долларах для вашего биткоина. То есть цель долларового усреднения будет достигнута. И если я буду выводить с биржи тогда, когда моя сумма достигнет диапазона примерно от 500 до 1000 долларов, плюс-минус, в зависимости от того, какая для вас цифра, не вызовет плача, если вдруг она исчезнет, но при этом также и не создаст чрезмерно маленьких UTXO, которые вызовут большие комиссии. Вот тогда и нужно выводить. То есть вам нужно достичь этого баланса. То есть когда UTXO не такие маленькие, чтобы погрязнуть в комиссиях, но при этом баланс не настолько велик на бирже, с точки зрения баланса, если вдруг биржа окажется взломана, и вы потеряете все на ней накопления. Таким образом, DCI и совет неиспользования повторно адресов являются все еще хорошими советами. А также совет «Не ваши ключи, не ваши монеты» — также хороший совет. Не бывает идеальных советов, подходящих под все случаи. Так что если у вас есть совет, не обязательно следовать максимальной степени каждого заявления, объединяя их, достигая максимальный уровень или самый лучший сценарий. В жизни все не так. Появляются нюансы и важные технические детали, которые нужно понимать. То есть, если вы возводите DCI в экстрим, а также возводите в экстрим неоставление денег на биржах, с экстримом правила неиспользования адресов повторно, то закончите с беспорядком в кошельке, с мизерными UTXO с огромным количеством адресов и большими комиссиями. Продолжение следует... Продолжение следует...